Добрый день, дорогие зрители! В эфире программа СМАК. Ой, простите, канал может бахнем, но сегодня у нас вот есть сковородка. Готовим маслята! В прошлый раз вы нас своими упреками уязвили в самую почень. Самая мурчала. Да, мы расстарались и достали настоящую чугунную сковородку, старинную, не какой-то новодел. Не знаю, как она будет пробиваться, но как ударно-дробящее оружие, она намного более солидная, просто потому что тяжелее. И сегодня против сковородки у нас выступает под номером 1. Револьвер, шпилер, анбар, калибра 0,36, то есть примерно 9 мм. Дымник. Ну, конечно, не те самые 9 мм, потому что те самые будет Танфолио Сток 3, девяточки. И вместе с ним выступает снова ПМ, все разряжено. И Маузер, Мяузер, Маузер ХСЦ, 43-й год. Для него есть такие вот патрончики с активированным углем, прощащают все на свете. Да, чтобы не было запоров и не пригорало, да. На самом деле, это, конечно, шутка, оболочка тефлоновая, так что, извините, тефлон в этот раз все-таки тоже присутствует, но на патронах. Тефаль, ты всегда думаешь о нас. Сразу сниму вопросы, которые появятся в комментариях. Здесь у этих пистолетов есть затворная задержка, а у Маузера ее внешне нет. Да, поэтому он у нас закрытый. Ну, можно было, конечно, вставить открытый магазин, вот так сделать. Но он, как видите, закрывается. Кроме сковородки у нас еще есть приглашенная звезда, Гест Стар. Это, конечно, каждый день носить немножко тяжеловато, но есть надежда, что что-то офисную стенку не пробьет. Да, это сыпется здесь не кокаином, это у нас гипсокартон. В Риге был случай, когда по неосторожному, неаккуратному обращению с оружием во время чистки пистолета произошел выстрел, и, собственно, пуля пробила офисную стенку. Мы решили повторить, но уже в лабораторных и безопасных условиях создали, наверное, стоит показать и сбоку, да, вот два ряда гипсокартона. В середине еще алюминиевый профиль. Профиль подсказывает нам голос за кадром, поэтому посмотрим, как это все благолепие будет или не будет распадаться под натиском наших 9.19, 9.18. Не Барнаул, между прочим, вот какие красивые, прям жалко стрелять. И наши антипригорательные 7.65, ну и дымный порох. Да, говорят, что в Америке большинство домов сделаны примерно таким же образом. Вот проверим, не должны ли себя американцы чувствовать примерно как поросенок, но не тот, кто построил каменный дом, а те два его брата, на которых волк просто дунул, и оно развалилось. Думаем, обязательно нужно дунуть. Если не дуньте, чудо не произойдет. Меньше слов, больше дыма. Поехали. Поехали. Что ж, начнем мы с дымника. Кто смотрел прошлый выпуск, помнит мои мучения попасть из него куда-либо, потому что высит он безбожно. Я думаю, что чугунную сковородку ему не под силом пробить. Но поглядим, чем, как говорится, черт не шутит. Стреляем мы на дистанции 15 метров. Вполне приличная дистанция. Да, интересно. Давай еще. Итак, ура, я попал с первого раза. Но мне не верят. Говорят, что первый выстрел, первый блин на этой сковородке комом, поэтому нужно попасть второй раз. Давай третий выстрелю. Тоже попал? К мишеням. Даже не вмятины. Сзади тоже. От дымника сковородкой вполне себе можно защититься. Клин Тистл знал, что делал. 7,65. На самом деле, интересный патрон. Немного сомневаюсь, но мне хочется верить, что он справится или оставит хотя бы какую-то... значительную вмятину. Вот в 9 на 18 я не верю. А 7,65, думаю, он нас удивит. Да, это Маузер ХСЦ. Пойдем посмотрим. На самом деле, вот попадание от этого нашего Маузера. Вмятинка есть. Вмятинка есть. Сзади, кстати, тоже, если... Подожди, я поверну вот к тебе. Вот, смотрите. На самом деле, еще, я думаю, одно попадание в это место. Это, ну, может быть, два. И сковородке пришел бы конец, потому что пошли трещины. Вот этот паучок. В принципе, в принципе... Если нормально подолбить, то... Ну, это надо, наверное... Тефлон против чугуна. Я подозрел, что из Маузера долбить тебе пара обоим не хватит. Погромели на дистанции 15 метров. 9 на 18, ПМ. Патрон не барнауловский. Это, насколько я помню, венгерский. Нормальный, хороший патрон. Думаю, что не пробьет. Но главное не попасть в то же самое место, куда я попал из Маузера. Готов? По звуку куда-то полетел рикошет. А это значит, что, скорее всего, пробития не будет. Смотрим. Красиво. Как говорил один дворф в экранизации Хоббита, никогда я так не ошибался. Слава, Патрон, ПМ. Слава, Патрон, ПМ, говорили. Конечно, нужно провести повторный эксперимент. Но выглядит так, что патрону хватило энергии не пробить отверстие, а просто выбить кусок. Да, просто проломить. И, кстати, посмотрите на нашу мишень. Что-то в ней много дырок, я бы сказал. Скорее всего, он разбил этот чугун, который, мне кажется, даже где-то здесь валяется на полу. И мишень покрошила осколками. Пока я заряжаю 9х19, как раз обсуждали, что в прошлый раз-то 9х18 сковородку не пробил. Сковородка была тефалевая и была сильно тоньше, чем наш чугун. Ну, как видите, сопромат такой, сопромат. Поехали! Готов? 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 Ну, тут, я думаю, будет пробитие и красивое. Да. Теперь это можно использовать... А это уже... А это уже дратути, да? Что интересно, отверстие от 9х9 меньше, чем от 9х18, хотя это, наверное, закономерно от формы пули. Ну, теперь эту сковородку можно использовать в качестве маски в общественных местах. По заявкам наших зрителей из родины патрона 9х18, да, мы не будем добивать ее большой девяткой, будет маленькая. Нет больше у тебя сковородки. Что ты видишь? Откуда у вас такие картинки, доктор? Переходим к гипсокартону. Что ж, теперь перейдем к нашему гипсокартону. Как показывает жизненный опыт, гипсокартон жизнь одного человека не спас, хотя там был патрон 9х19, а начнем мы с исторического оружия, с дымным порохом. Но как-то доверия после чугунной сковородки гипсокартона у меня нет. Тем более, тем более, что прямо посередине этой нашей конструкции внутри заключен алюминиевый профиль вот такой вот ширины. Посмотрим, возможно, он поможет остановить пулю, хотя бы из дымного пистолета. Ну, в профиль я явно не попал. Давай, еще один. Ну, вот должно быть. Входное отверстие красивое, круглая дырочка. Выходное отверстие некрасивое, некруглое, но тоже дырочка. И, собственно, мишень поражена. Снова калибр 7,65, пистолет Маузер, Маузер ХСЦ. Два выстрела. Поглядим, что же останется от бедного гипсокартона. Смотрим. А дырочки-то маленькие. Маленькие, красивые, но не менее на самом деле смертоносные. И никакой алюминиевый профиль не спас. Ну, следует покаяться. Мы так увлеклись тогда насилием над сковородкой, что немножко расстреляли все патроны, которые у меня были с собой к ПМу. Но на самом деле, если дымник пробивает, то и ПМ точно пробьет, поэтому сразу переходим к девятке. Опровергнем, наверное, Андрей миф о том, что... Который мы видим в американских фильмах, о том, что за такими тонкими стенками можно укрыться от чего-либо нормального калибра. Я на самом деле зарядил сейчас пять патронов. Тонфолио Сток 3. А пять, чтобы нормально так разворотило. Смотрим. Отсюда это снова аккуратные дырочки. Ну что, мишень у нас припорошенном. Хорошо так. Мишень у нас мертва. Сзади выходные отверстия. На самом деле, визуально на регипсе. Я думаю, что это можно красиво повернуть. Да, на самом деле, визуально сейчас достаточно сложно отличить, где был дымник, где было 7,65, где была девятка. Ну, вот это, мне кажется, дымник был по краям. 7,65 где-то здесь пряталось. Это точно девятка. Ну да, вот эта девятка красиво разворотила. Но, по большому счету, если вы прячетесь за регипсовой стенкой, вам абсолютно все равно стреляют из вас, в вас из дымного револьвера, из 7,65 или из девятки. Но единственное, что может вас спасти, что дымный револьвер заклинит, как заклинило у нас. Поэтому на этом мы прощаемся и пойдем его разбирать. Ну да. Кувалдой, пилой и монтировкой. Пока. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»